Привет, YouTube, с вами Ларин. Давайте сегодня поговорим не о мэлстроях всяких, не о политике, не о беспределе, а просто я расскажу вам историю, как в старом, добром, 12-ом, 13-ом, 14-ом годах олды тут, олды помнят, олды ставят лайки. Сегодня я расскажу вам добрую историю с поучительной моралью о том, как я познакомился с Эскобаром. Небольшое лирическое отступление. Эскобар фигура культовая, не только у наркобаронов, у торчков и так далее, у рэперов. Каждый уважаемый себя ньюскульщик почему-то пишет, практически каждый, пишет трек про Эскобара. Я как Пабло Эскобар, у меня вот это вот все. Но какие вы жалкие, в общем, что-нибудь представляете об этих людях? Кто такие Эскобары? Что это за клан? Что такое модельинский картель? Позерствуют, вот мы крутые парни, опасные бэтбойсы, вот Эскобар. Но они вообще не представляют, о чем говорят. Просто следует понимать, что колумбийская мафия, это не русская мафия, это не армянская мафия, это не итальянская мафия. У тех были какие-то принципы хотя бы. Колумбийцы же, они отморозки, они вырезали целые семьи, они сбивали самолеты. Это не такие крутые ребята, это скорее головорезы-боевики. Эта история началась в самом начале 2018 года. Кто занимается криптой, скажет, что тогда еще буйствовало. Уже, конечно, не на том уровне, как в семнадцатом криптовесна, когда можно было сделать состояние очень быстро, заработать огромные бабки на разнице валют, запустить свои стартапы, свои криптовалюты, которые ты сделал на коленке на ICO, IPO, вот это вот все. И тогда я наткнулся на человека. Я как раз таки приехал тогда из Мексики, это рядом с Колумбией, и примерно то же самое вещество, которое сделал состояние эскобару, оно там тоже повсеместно в этой Мексике. И ничего хорошего в этом, как известно, нет. В общем, восемнадцатый год, я вернулся из Мексики, с деньгами было неплохо, несмотря на то, что в тот момент я уже отказался от блогинга, как от рода деятельности. Мне казалось, что это полный ад. Как раз тогда зашкварились наши коллеги на рекламе выборов. Ну и, собственно, пока с деньгами нормально, мы позволяли себе всякие ништяки. Я отправился за покупкой Плейстейшн третий, четвертый, как сейчас помню, четвертый. И, собственно, веселый выхожу из магазина, и мне навстречу идет детина. Огромный детина. Нет, это не эскобар. Это еще не эскобар, еще слишком рано. Огромный детина, слово за слово. Это было в галерее, как сейчас помню. Слово за слово. Оказалось, что он с Мурманской, я с Архангельска, северяне, земляки, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Казалось, что он общается с менеджером эскобара. Мне это показалось странным. Но он рассказал, развернул историю. Оказывается, это Роберто Эскобар. Если кто-то сейчас выключит видео, то, в общем-то, скатертью дорожка. Но Роберто Эскобар, это родной брат Пабло Эскобара. Роберто Эскобар был бухгалтером модельинского картеля. Роберто Эскобар управлял всеми финансами. У этого человека вообще достаточно интересная судьба. Он был чемпионом Мексики, чемпионом Колумбии по велогонкам и готов был ехать на Олимпиаду даже от этой страны. Он классно катался на велосипеде. Не знаю, может, потому что он постоянно был на стимуляторах. Не знаю. Но в какой-то момент он получил очень серьезную травму, как это часто бывает у спортсменов, как рушатся их карьеры. И ему пришлось заняться чем-то другим. Он решил, ну, я буду помогать брату считать бабки. Бабки наркокартеля. И этот парень рассказал мне, что есть вариант поработать с Эскобаром. Я такой, поработать с Эскобаром? Продавать наркотики? Нет. Это слишком для меня. А то начнется опять с Тасой как просто и все такое. Нет. Оказалось, что Роберто Эскобар в то время мутил такую штуку, как Diet Coin. Это диетический коин, диетическая криптовалюта. Он заходил на рынок со своей криптовалюткой, чтобы ее, собственно, вывести на IPO, ICO, собрать денег с инвесторов и заработать денег, выебав города, как известно. Ну, я подумал, Роберто стал на путь истинный. Занялся белым бизнесом. Криптовалюта. Замечательно. И в то время, в восемнадцатом году и в семнадцатом было так много проектов криптовалютных, что у меня был даже отдельный менеджер по скаму. Скам – это проекты, которые изначально, ну, тупиковые. Которые сделаны для того, чтобы просто собрать бабок и исчезнуть. Ну, или просто какая-то глупость, типа BananaCoin, где люди токенизируют банановые плантации. Я закидываю, значит, информацию Максу. Макс, привет. Макс посмотрит это видео, угарнется той историей, потому что все, что было дальше, прошло и через него тоже. Закинул, значит, Максу. White Pepper их изучи. White Pepper – это документация по криптовалютному проекту, сайт, что вообще есть и криптовалюта, чтобы мы, ну, не обосрались, не прорекламировали дерьмо. Проходит какое-то время, Макс мне пишет. Это полнейший скам, это форк какой-то криптовалюты. Ну, что такое форк? Форк – это когда ты берешь код уже существующей криптовалюты, меняешь пару строк, ну, или, не знаю, вообще еще не меняешь, просто переименовываешь. Ну, к слову, Buzovacoin таким образом был создан. На чем основана ее ценность? Да ни на чем. На авторитете Роберто Эскобара и на той книге, которую он написал. Он специально написал книгу для того, чтобы прорекламить эту криптовалюту. В этой книге было сказано, что все основные, ключевые, самые популярные криптовалюты мира – биткоин, эфириум – созданы в лабораториях ЦРУ для того, чтобы следить за вами. Что за сюр? Ты сам взял форк и просто поменял пару строк? Ну, к слову, после этого провалившегося криптопроекта Роберто Эскобару умудрился сделать реплику китайского планшета, продавать его по сниженной стоимости, работая себе в убыток, подать в суд на Apple на миллиарды долларов из-за того, что якобы его взломали через FaceTime и он был вынужден уехать в другое место жительства. Он дурдом. Вернемся в то время, когда всего этого еще не было. Был только DietCoin. В общем, мы понимали на тот момент, что это полный скам, то, что он сделал. Это просто криптовалютный проект из ничего, форк, который нам надо было типа рекламировать, потому что, секундочку, секундочку, Роберто Эскобар предлагал мне стать эксклюзивным представителем DietCoin в России. Но в нас степлилась надежда, понимаете? Вот DietCoin это скам. Скам скам урознь, конечно, но все равно это скам. Его нельзя было рекламировать. Но мы могли что сделать? Что предложить Роберто Эскобару? Понятно, что этот проект обречен на то, что он будет разъебан, потому что, ну, скам он специалистами все равно спалится. Мы предложили, так как у нас были завязки в криптовалютной сфере. Ну, в частности, я участвовал там в одном проекте как Advisor. Другая команда возила меня вообще на Hackathon в Гонконг. Мы ездили, где там десятки команд из разных стран мира соревновались в программировании. Тоже классный проект. То есть я был внутри этой системы тогда, в восемнадцатом году, и мне это очень нравилось. И специалисты, они были под рукой, то есть они могли написать новый проект под тем же названием. Такое бывает у, собственно, проектов. Такое бывает даже у веб-проектов. То есть YouTube был другим до того, как он стал YouTube. Это было средство, ну, видео знакомств. И мы хотели сделать реальный, нормальный криптопроект со смарт-контрактами, а не вот с этим вот пиздежом о том, что, блядь, ФБР тут, ЦРУ, собственно, создало биткоин и эфир. Ну, то есть дурдом. И мы хотели ему это предложить. И поехать в Колумбию. Потому что они предложили нам приехать в Колумбию, оплатить билеты и оказаться там, в доме Роберто Эскобар. Сижу я, значит, подтягиваю диетическую колу, и мне тут автор дает коина, кидает кружочек в телеграмме. Привет, Дмитрий Ларин, говорит, Роберто Эскобар, брат Пабло Эскобара, который сбил самолет неугодного ему министра. Ну, я неоднозначно отнесся к этой новости. И у меня хватило наглости и соображения написать, Роберто, проезжайте в Петербург, тут так классно, снимем вас в Лариншоу. У нас в гостях был Паша Техник, Нилов, Невзоров. Классные парни, и вы впишетесь в этот коллектив. На что мне было отвечено? Ну, Роберто, собственно, старенький, давайте уж лучше вы к нам. Я подумал, что может быть в доме Эскобара в Колумбии? Шлюхи всех мастей, тонны кокаина, тигры, автоматчики, любые другие приколы, которые ты можешь только вообразить, помноженные на тысячу. Причем проблем с переводом с испанского не было никаких совершенно, потому что тот парень, тот парень, который менеджер Эскобара, у него была русская жена. Мы бы сделали шоу прямо там, в колумбийском доме Роберто Эскобара. Мое требование, ну, просьба была следующее. Давайте сделаем это лайвом как-то, потому что я реально начал переживать за свою жизнь. Давайте сделаем в прямом эфире трансляцию на мой канал, чтобы все было нормально. На что мне было отвечено? Нет, давайте сделаем с записью. И тогда я понял, что лететь туда не стоит. Конечно, испугался Роберто Эскобара. Вдруг что случится? Вдруг он скормит меня крокодилом? Конечно, вешать ярлыки плохо. Конечно, возможно, он уже не занимается наркобизнесом и не держит остатки денег картеля. И, возможно, Роберто Эскобар классный стартапер, но предпосылки говорят о другом. Скорее всего, что-то там неладное. Роберто Эскобар не тот человек, с которым следовало бы работать. И тут небольшая мораль, ребят. Да, я не поехал, да, я испугался, может быть, жизнь дороже. Вот мой совет вам. Не стремитесь за быстрыми деньгами и быстрыми возможностями въебать свои мозги и свое здоровье. Опасность велика. Мексика, Колумбия. Это очень классный регион. Латинская Америка вообще замечательная. Я там еще окажусь, хотя, возможно, в Колумбии меня уже ждать будут после этого ролика. Если вам понравился этот ролик, ставьте ему лайк. И вы могли заметить, что в нем не было рекламы, поэтому я рекомендую для тех, кто занимается музыкой. Петербург, Ленинградская область. Заходите на нашу студию. Ссылку я оставлю в описании. Мы пишем. У нас классный коллектив. Мы делаем музыку полного цикла от начала, от первой ноты, бита и до записи, сведения, мастеринга. Поможем вам со всем. Заходите по ссылке. Ребята вас примут, помогут всем, чем можно. Поделись этим видео, напиши комментарий, закинь куда-нибудь. Если ты old, то ты поддержишь нас. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok